Книга была написана меньше, чем за год. Тираж всего 100 экземпляров. Часть из них в городских библиотеках, остальные в университетах. Учебное пособие поможет научиться относиться к своему здоровью бережно, людям разного возраста, уверен автор Владислав Беличенко. В первую очередь издание призывает не бояться профилактических осмотров и диспансеризации, ведь это поможет выявить заболевания на ранних этапах, что значительно снизит уровень смертности и инвалидизации в стране. По диспансеризации есть первая, вторая и третья группа, в которых мы уже начинаем их расставлять. Первая группа – это абсолютно здоровые, для них проводится коррекция, это отсутствие курения, наркомании, рассказываются лекции, о здоровом образе жизни, режим питания, отсутствие стресса, заниматься надо спортом. Вторая – это риски, где уже и производится коррекция заболевания, назначаются лечения, и стараемся, чтобы человек не попал в 3А или 3Б группу, то есть это уже диспансерное наблюдение. Из книги можно узнать базовые принципы здорового образа жизни. Это своего рода пособие для тех, кто хочет продлить жизнь и сделать ее более качественной. Первое и, пожалуй, самое основное правило – быть подвижным и стараться сбалансировать питание. Необходимо помнить, меню должно соответствовать возрасту. Оптимальный труд и достаточный отдых также влияют на наше здоровье. Активность, не только физическая, но и умственная, хорошо действует на нервную систему, укрепляет сердце, сосуды и организм в целом. Распорядок дня все реже встречается в жизни современного человека, но этот фактор тоже имеет немаловажную роль в сохранении здоровья. Ритм жизни человека обязательно должен предусматривать время для труда, отдыха, сна и еды. Неинфекционные хронические заболевания – это заболевания, которые приводят к высокому уровню заболеваемости среди населения, также к его инвалидизации. Все вместе с этим является причиной больших проблем, проблем как медицинских, так и социальных, так и экономических. То есть задача профилактики заболеваний является по сути задачей государственной безопасности. Физическая нагрузка – одно из важнейших средств укрепления здоровья. Даже небольшая, каждодневная 20-минутная гимнастика приносит огромную пользу. Атлетика, подвижные игры очень полезны для сердечно-сосудистой системы, легких, укрепления опорно-двигательного аппарата. Занятие бегом оказывает положительное влияние на нервную и эндокринную системы. Ходьба помогает избавиться от лишнего веса. Подсчитано, что за час быстрой ходьбы сгорает до 35 граммов жировой ткани. Молодому поколению я хочу именно сказать, чтобы они занимались здоровым образом жизни. Не было негативных факторов, отсутствия табакокурения, алкоголизма, потому что 20% только табакокурения, алкоголизма на наркомании дает усложнение. И пожелать молодым заниматься спортом, стараться это начинать с детского возраста. Проверить статистику и узнать, увлекается ли спортом крымская молодежь, и что она вообще делает для своего физического здоровья, решила и наша съемочная группа. У меня творческая профессия, поэтому хотелось, не хотелось, я все равно занимаюсь. Но не хожу, прям каратэ занималась раньше. Поэтому считаю, что молодое поколение должно заниматься спортом. Когда человек увлекается чем-то, это уже хорошо. В тренажерный зал хожу йогой занимаюсь. Здоровье наше все. Спорт – сила, алкоголь – могила. Результат нас обрадовал. Молодежь развивается. Правда, девушки оказались немного активнее. В отличие от парней, которым нужен результат здесь и сейчас, и не получив его, они зачастую опускают руки. Представительницы слабого пола рвутся в бой и с упорством добиваются поставленных целей. Положительные результаты получены в масштабах всей страны. Так, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, в прошлом году каждый второй россиянин уделяет время физическим упражнениям.